Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Перевозки не пострадают. Минтрансреспублики прокомментировал решение собственников о смене профиля бизнеса. Предупредить болезнь. С этого года диспансеризация пополнилась новыми обследованиями. Рыцарь и хоккея. Детский спорт на льду получил дополнительное финансирование. Глава Чувашии Олег Николаев встретился в Москве с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Правительства обоих регионов заинтересованы в сотрудничестве в различных сферах. Владимир Солодов отметил, что сейчас идет разработка новой стратегии социально-экономического развития края. Поэтому важно выстроить прямые контакты между различными регионами страны, в том числе и с Чувашией. Я знаю, что республика давно реализует проекты высокотехнологичного профиля, связанные с цифровизацией, с развитием обрабатывающих отраслей промышленности. Сельское хозяйство сильный развитие. У нас, честно говоря, это только перспективное направление развития. Здесь как раз большой потенциал для взаимодействия есть. Ну а со своей стороны, конечно, мы будем рады предложить сотрудничество в сфере туризма. Камчатка – это, в первую очередь, конечно, туристический бренд. Будем рады, если больше жителей Чувашии будут приезжать к нам в гости. Глава республики Олег Николаев отметил, что в структуре взаимоотношений Камчатского края и Чувашии особо актуальна электротехника. Речь шла о перспективах использования тяжелых тракторов и другой техники, произведенных предприятиями Чувашии, о расширении товарообмена между регионами. И в развитии темы сотрудничества. Сегодня вице-премьер правительства, министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов встретился с чрезвычайным и полномочным послом республики Монголия Дулам Сурангин-2. Наша республика – второй регион России, который посещает посол Монголии. Между двумя странами действует бессрочный договор о дружбе и партнерстве, в рамках которого осуществляется торгово-экономическое и культурное сотрудничество. У нас ведутся переговоры по созданию экономического коридора трехсторонней России, Монголии и Китая, в рамках которого предусматривается расширение и совершенствование железной дороги через дружные пути. В сфере энергетики очень много проектов планируется. И я думаю, что предприятия и заводы, которые осуществляют свою деятельность в вашей чувашкой республике, именно могут быть задействованы в этом проекте, именно в строительстве энергетических проектов и объектов. Поэтому очень заинтересованы сотрудничать с вами в этой области. По всему спектру, как гражданского сотрудничества, так и с представителем Федеральной службы по техническому сотрудничеству нашей страны, сможете выбрать для себя те партнерства, которые вам будут интересны. Мы в лице правительства чувашской республики готовы оказать всестороннюю поддержку и прием. В любом случае, для нас данные отношения, они также являются потенциалом. Мы готовы и работать над этим, и подставлять плечо. Гости из Монголии планируют посетить предприятия республики, чтобы оценить промышленный потенциал и найти будущих партнеров. Аналитический центр при правительстве Российской Федерации будет содействовать комплексному развитию чуваши. На это нацелено соглашение, которое в Москве накануне подписали глава чуваши Олег Николаев и руководитель центра Константин Калинин. Документ предполагает научное, информационно-аналитическое и экспертно-аналитическое сотрудничество по вопросам социально-экономического развития региона. Это такой мощный источник данных, аналитических данных, с помощью которых можно принимать управленческие решения. Аналитический центр, и мы в этом соглашении договорились, готов передавать лучшие практики принятия решений, управленческих решений, на основе тех процессов, которые можно будет оптимизировать с их помощью. Также готовы принимать участие в разработке стратегии цифровой трансформации региона, усовершенствования практик по привлечению инвесторов. Ну и в целом для нас это дополнительные компетенции, которые аналитический центр готов с нашим регионом делиться. Новость последних дней, которая сильно встревожила жителей республики. Предприятие, которое управляет вокзалами и автостанциями в Чувашии, на своем официальном сайте опубликовало информацию об отказе от автовокзальной и перевозочной деятельности. Как теперь будут осуществляться перевозки в нашем репортаже. Два автовокзала и 17 автостанций в муниципалитетах республики принадлежат компании «АвтоВАЗ». На днях руководство компании объявило о смене профиля бизнеса. Предприятие планирует передать имущество в аренду контрагенту. Он и будет вести автовокзальную деятельность, а компания станет девелопером. Мы планируем превратить центральный автовокзал в торговый центр. Да, действительно, такие планы есть. Но есть одно большое «но». Перед этим мы построим новый, мини, комфортный, соответствующий текущим условиям автовокзал. То есть сначала мы строим маленький автовокзал комфортный, перестраиваем внутри инфраструктуру. И потом, следующим этапом, только закрываем основное здание и начинаем реконструкцию в торговый центр. То есть поэтому вот в этой части я точно уверен, что жителям не стоит волноваться. Даже переноса места не будет ничего. То есть все будет там же, просто будет более комфортно. По словам Артура Валеева, главный автовокзал в Чебоксарах в таком виде морально устарел, и его нужно адаптировать к современным реалиям. По примеру, у многих европейских вокзалов здесь будут кафе, магазины и даже кинозалы. Похожие изменения коснутся всех 17 диспетчерско-кассовых пунктов. Сейчас компания ищет контрагента, который предоставит бизнес-план по развитию. Претендент должен понимать структуру управления вокзалом, тарифами, знать законодательство по перевозкам. Из любого пункта, где находится наша ДКП или автовокзала, все по-прежнему остается так же. И будет так же. То есть для населения ничего не изменится. Это просто текущий трансформационный процесс. То же самое во всем мире. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашии подчеркивают, главный вокзал и диспетчерско-кассовые службы продолжат работать, как и прежде. Акционерно-общество «АвтоВАЗ» заверило, что все свои обязательства в рамках автовокзальной деятельности будут продолжаться, пока не будет найден контрагент. Соответственно, жителям Чувашской республики и перевозчикам не стоит волноваться. Перевозки будут осуществляться, автовокзалы будут работать в штатном режиме. Конкурс на определение контрагента состоится 3 февраля. Работать новый арендатор на автовокзалах начнет в марте-апреле. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Александр Отяков, Сергей Копеев. Республика. Только сегодня мэр Москвы смягчил противоковидные ограничения. Отменяется запрет на работу кафе после 23 часов. Из обязательного перешло в рекомендательные условия о переводе не менее 30% работников в дистанционный режим. Но санитарные требования остались теми же соблюдать дистанцию, часто мыть руки и носить маски. О последнем сегодня снова напомнили сотрудники ГИБДД и Минтранса Республики. Я смотрю, все соблюдают масочный режим. Все знают, как необходимо носить маски. Это в первую очередь для вашего здоровья, для здоровья ваших родных и близких. Во всех общественных местах и в общественном транспорте очень убедительная просьба пользоваться масками. Ну и перчатками, соответственно. В кармане, сумке или на зеркале в салоне автомобиля. Где только не встретишь медицинские маски, кроме лица. Это при том, что масочный режим по заявлению главы Чувашии пока не отменят. Пассажиры поделились на две группы. Кто-то расслабился и снял маски, кто-то наоборот. Во-первых, защищаем себя. И во-вторых, чтобы никого не заражать. Я переболела сама и носила маску. Не вижу никакой необходимости. Для защиты себя. И чтобы не навредить другим людям. Как думаете, она поможет? Ну, наверное. Я не знаю. Такси – также один из видов общественного транспорта. И если в салоне есть пассажир, оба должны быть в маске. Как происходит? Утром приехали, машину получили, взяли антисептики, маски получили. Если, допустим, пассажиры без масок, то мы предлагаем свои маски. У нас в запасе есть свои маски. А так сами меняем в течение дня. Ну, где-то 5-6 раз меняем маски. Так вот антисептики. Иногда сами протираем ручки машины. Верные ручки протираем. Что-то у вас есть, да? Да. Вот антисептики. Но так ответственно подходят не всем. Только с начала года в республике поймали более 80 нарушителей. Больше всего 50 в столице Чувашии. Такие рейды проводятся частенько. Привлекаем также водителей, нарушающих правила дорожного движения. Автомашин очень много останавливаем. За день можно даже больше 100 транспортных средств остановить. По каждому нарушителю составляется акт фиксации, который затем отправляется в суд. Судебные органы уже вынесли 39 предупреждений. Три перевозчика получили штраф по 30 тысяч рублей. И в этом рейде попались нарушители. И водитель такси, и пассажир без масок. Как-то этот не одел просто. А вы обычно в маске ездите? Честно сказать, по-разному. Ну, не комфортно в маске, честно говоря. Ну, я вот, ну, в большей степени, конечно, без маски езжу. Брать не буду. Почему я думаю, что не защищает маску? Маску периодически надо, по идее, менять. Но такой возможности у нас нет. Мы как оденем эту маску, мы положим ее в карман. С этой же маской мы идем и в магазин, и в транспорт, и все. Мы в нее дышим. Как-то я думаю, от нее пользы вообще, по идее, никакой нет. У врачей, напомним, мнение противоположное. Маска в период пандемии необходима. Средства защиты сегодня есть не только в аптеках, но и в рознице. Цены адекватные. Стало быть, никаких причин, оправдывающих нарушение установленных требований, ни у пассажиров, ни у водителей, нет. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, в 2020 году диспансеризация продолжалась. Ее прошло более 166 тысяч граждан. С этого года в списке появились дополнительные обследования. Диспансеризация – самый эффективный способ выявить вовремя хроническое заболевание. Это в первую очередь лично-сосудистые заболевания. Это злокачественное образование. Причем в основной их части – это 65% на первой и второй стадии. Это естественные болезни сахарный диабет и хроническо-обструктивная болезнь лёгких. Первичное обследование помогает определить факторы риска, понять, какая у пациента группа здоровья. Если у врача появились сомнения, то он отправляет его на дополнительное исследование. Если врач-терапевт при своём осмотре обнаружит какое-то непонятное такое образование на кожных покровах, то есть подозрительно-злокачественное образование, то есть он направит данного пациента на второй этап для осмотра дерматолога с проведением дерматоскопии. Если у пациента в анализе крови обнаружился повышенный сахар, то его тоже отправят на второй этап для уточнения диагноза. Граждане от 18 до 39 лет включительно проходят диспансеризацию один раз в три года, а от 40 лет раз в год. Позвонила мне медсестра участкового терапевта, сказала, что у меня подошёл срок прохождения диспансеризации. Я сама записалась через интернет и пришла после работы по записи, как мне удобно. По возрасту я раз в три года должна проходить. Жители сёла Деревень первый этап диспансеризации могут пройти в фельдшерско-акушерских пунктах. Ульяна Пятакова, Юрий Марков, Республика. Школьники с ограниченными возможностями здоровья, те, кто учатся вне школы, будут получать денежную компенсацию за горячее питание. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров Республики. Сейчас в Республике ребят с ограниченными возможностями здоровья, получающими семейное образование, 12 человек. Им также полагается бесплатное двухразовое горячее питание. Вместо этого им будет выплачена денежная компенсация. По словам заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики и министра образования и молодежной политики Аллы Салаевой, на реализацию данного закона потребуется выделение дополнительных средств из республиканского бюджета в размере 300 тысяч рублей. 27 января – день снятия блокады Ленинграда. Это произошло в 1944 году. День вошел в календарь воинской славы России. История взаимоотношений Санкт-Петербурга и Чувашии насчитывает много веков. Но особая страница – это Великая Отечественная война, когда жители нашей республики спасли от войны и голода несколько тысяч жителей блокадного Ленинграда – женщин, стариков и детей. Они дали им кровь, еду, работу. В 1944 году советским войскам удалось полностью снять лившуюся 900 дней фашистскую блокаду города. Многие ленинградцы вернулись домой, часть из них остались. Они нашли в Чувашии второй дом, обрели семьи. Сегодня в республике проживают 27 человек, награжденных знаком жителю блокадного Ленинграда. Согласно постановлению правительства России, с 1 января этого года стала обязательной маркировка парфюмерии, табака, а также товаров легкой промышленности и сельского хозяйства. По знаку можно уточнить, где изготовлен продукт, какой у него срок годности и с чего он состоит. Евгений Мартышкин из Батаревского района занимается выращиванием картошки, лука и зерновых культур более 20 лет. К новым правилам продажи он готов. Пока работу по маркировке в хозяйстве ведут вручную, но планируют ее механизировать. Лук сего – культура прибыльная, но многолетнее присутствие на рынке приносит свои дивиденды. Мы работаем давнешними партнерами, согласовываем цены. Рынок более-менее так стабилизировался, наверное, но мы зависимы от колебаний курса, потому что из-за границы берем. Сейчас отпускная на сегодняшний день, отпускная цена – 60-65 рублей на вторую группу сорта «Штутгартер», а остальные группы, они подороже идут. Пассивные площади – 170 гектаров. Семена лука Евгений закупает в Сербии. Выбирает проверенные сорта – «Штутгардер», «Суртот», «Кармен», «Редбарон». В 2020 году благодаря поддержке правительства Чувашии крестьянскому фермерскому хозяйству удалось обновить часть техники. Впрочем, государственной помощью в районе воспользовались многие хозяйства. 40% субсидирования позволило нам закупить новые техники в районе. Это 8 новых комбайнов, именно зерноуборочных, 2 кормоуборочных и более 40 ток новых тракторов. Всего в районах у нас увеличено, по итогам года увеличилась техника в размере более 260 единиц. Это тоже очень большой такой показатель для нас. Ольга Семенова, Регина Кубайкина, Александр Атяков, Республика. Новые поправки в Уголовный кодекс, измененные правила продажи товаров, коронавирусные детские выплаты. Правовые новости от компании «Гарант Даля». 10 января вступили в силу новые поправки в Уголовном кодексе. Ужесточились наказания за клевету в публичном пространстве. За клевету, совершенную публично, с использованием средств массовой информации, включая сеть интернет, либо клевету в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, предусмотрен один из следующих видов наказания. К штрафу до 1 миллиона рублей или 240 часам обязательных работ добавлены также возможности ареста до двух месяцев или лишения свободы на срок до двух лет. Также следует обратить внимание, что для преследования интернет-клеветника наличие заявления от потерпевшего не обязательно. Правительством России утверждены и новые правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи. Они вступили в силу с 1 января этого года и будут действовать 6 лет. В новых правилах продажи товаров по договору розничной купли-продажи больше не содержится требования об обязательном наличии у продавца книги отзывов и предложений, как это было предусмотрено в прежних правилах. Однако прямо закреплена обязанность продавца в случае поступления претензий потребителя направить ему ответ в отношении заявленных требований. В прошлом году в качестве меры социальной поддержки гражданам, имеющим детей, на основании указов президента осуществили ряд выплат. Банк России сообщает, что так называемые коронавирусные детские выплаты не могут списываться в счет долгов. К таким выплатам относятся следующие единовременные выплаты. 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, выплата в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет, также 5 тысяч рублей на детей до 8 лет. В Алатаре и Канаше появится отделение для оказания помощи женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В Чебоксарах при городском комплексном центре социального обслуживания населения такая служба поддержки уже работает с 2013 года. Кто туда может обратиться и какую помощь здесь оказывают, в материале Татьяны Трофимовой. У меня были очень сложные семейные отношения, у меня очень зависимый муж, и постоянно были скандалы, побои. То есть я не знала, куда пойти, потому что по родственникам все время ходить было невозможно. Родственники не понимали, как я живу с таким человеком, но я тоже сама запуталась в своей жизненной ситуации. И со своими детьми я не знала просто, куда пойти. Про кризисное отделение для женщин Елене рассказала знакомая, которая уже прошла курс реабилитации. Центр находится в Чебоксарах на улицах у Зангая, 29А. И готов принять женщин и детей в любое время суток. Чаще всего сюда обращаются после долгих конфликтов с мужьями, с родственниками, когда нужен совет, консультация. Хотя мест для проживания не так много, всего шесть. Но помочь здесь стараются всем. Я в течение почти двух месяцев здесь жила, работала с психологом. Почувствовала себя в безопасности, поняла, что такое жить вообще вне скандалов. Работая с психологом и социальными работниками, у меня изменилось понимание о том, как вообще нужно выстраивать взаимоотношения в семье. Сейчас у меня, в общем-то, все прекрасно. Я развелась. У меня хорошая работа, хорошие отношения с детьми. Они довольны. И я живу в безопасности. Это здорово, что такие центры есть. Я благодарна Богу, можно сказать, за то, что меня он сюда привел. В центре есть и дневной стационар. С женщинами работают психологи, социальные работники, юристы. При необходимости подключают и медиков. По предоставлению различных видов социальных услуг однозначно это будет расширяться. Потому что направление проекта, новые проекты, все время придумываем. Все-таки это на первом месте у нас семья. И все это должно быть направлено на семью, на сохранение семьи. В 2020 году мы выиграли гранд-фонд поддержки детей. Проект называется «Мы вместе» и направлен на сохранение беременности. При конфликтах супругов на консультации приглашают и мужей. Женщины могут рассчитывать на поддержку и после возвращения домой. Такие кризисные центры, они являются хорошей такой площадкой, тем местом, где можно получить некую, наверное, социальную передышку. Кризисы в жизни семьи, наверное, они периодически возникают. Кто-то справляется с ними самостоятельно, где-то нужна помощь специалистов. Проводится колоссальная работа специалистов. Не только направлены на сохранение семьи, но и на профилактику сиротства. Чтобы все-таки в семьях росли дети. Именно в семье они получают тот пример своего, скажем так, жизненного образца на будущее. Такие же отделения появятся в этом году в Канаше и Аллатаре, а затем и в других городах и районах Чувашии. Татьяна Трофимова, Георгий Кривошейн, Республика. Если поиск подходящей работы затянулся и не дает должных результатов, Центр занятости населения предлагает трудоустройство на временные общественные работы. Это временная занятость социально полезной направленности. Она не требует специальной профессиональной подготовки, но дает возможность получения заработка. В прошлом году общественными работами занимались более полутора тысяч жителей республики. Основные виды работ – курьеры, подсобные рабочие, делопроизводители, укладчики-упаковщики и другие. В период участия граждан в общественных работах безработному гражданину ежемесячно выплачивается материальная поддержка от Центра занятости в размере 3 тысячи рублей. За некоторые категории безработных граждан сохраняется пособие по безработице, а работодатели, в свою очередь, выплачивают заработную плату не менее минимального размера оплаты труда. Направляя на оплачиваемые временные общественные работы, инспектор Центра занятости учитывает состояние здоровья, возрастные, профессиональные и другие индивидуальные особенности граждан. Срочный трудовой договор с организацией заключается в среднем на три месяца. Мы сотрудничаем с Центром занятости по подбору сотрудников только с прошлого года. Но даже за этот короткий период времени работы по срочному договору стали постоянными для тех сотрудников, которые направлены были к нам с Центра занятости. Принимая сотрудников на временные работы, оплачиваемые общественные, предприятие не рискует получить плохого работника. Срочный договор выгоден и нам, и сотруднику. Мы присматриваемся к друг другу, оцениваем перспективы, взаимодействия, можем не спеша принять правильные решения. Как правило, желающие работать и набираться опыта не остаются незамеченными работодателям. Многим из них в дальнейшем предлагают работу на постоянной основе. Инесса Потапова, Георгий Кривошейн, Республика. «Стань рыцарем в чудо-игре хоккей» – проект под таким названием. В Чебоксарах работает третий год. Он открывает новые возможности для ребят, увлеченных хоккеем. В этом году проект получил финансовую поддержку президента страны. Подробности в нашем сюжете. Эти ребята встают каждый день в пять утра, чтобы попасть на утреннюю тренировку. Они мечтают стать профессиональными хоккеистами. Свои первые шаги на льду и первые успехи они делают под руководством тренеров. Я занимаюсь три года хоккеем и плавно хочу попасть в команду Е4. И у него автограф здесь. Ну, это мне тогда Овечкин, да? Ты скажешь, чем он тебе нравится? Что он забивает голы шелчком. Набил 500 голов. Артем Коновалов играть в хоккей мечтал с малых лет. Но сначала он провел несколько матчей на трибуне болельщиком. Я пошел на игру сначала, в которой играли Чебоксары. И они тогда проиграли, я подумал. Может, я же могу помочь. На кого ты равняешься? Александр Овечкин, Малкин, Панарин. Я хочу попасть в команду ХК Чебоксары. Хоккейный клуб «Спартак-21» был создан в 2016 году. Здесь готовят ребят для поступления в спортивную школу. Грант президента страны в размере почти 500 тысяч рублей позволит решить сразу несколько задач. Этот грант будет направлен на дополнительные тренировки и привлечение дополнительных детей этой же целевой аудитории, чтобы впоследствии получить дополнительные знания, технику владения клюшкой, технику катания. Этого хватило, чтобы поступить в спортивную школу. Грант будет направлен на зарплату тренерского штаба, на аренду спортивных залов. В рамках проекта в феврале планируются товарищеские матчи и большая игра с отцами ребят. Один из главных турниров юных хоккеистов пройдет в мае. В нем примут участие спортсмены из Чебоксар, Новочебоксарска, Казани и Нижегородской области. Ольга Алексеева, Сергей Копеев, Республика. Это были главные новости среды 27 января. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова